Всем привет! Сегодня я подготовила для вас подборку сериалов для вечера после рабочего дня. Это топ-5 исторических сериалов о средневековой Европе. Обещаем, вы получите море удовольствия, поэтому я рекомендую тебе подписаться, если еще не подписан. И не забудь оставить комментарий, какой из сериалов тебе очень понравился, так как именно ты можешь кому-то определиться с выбором. Ну а сейчас перейдем к подборке сериалов. На пятом месте – Викинги. В основу захватывающей исторической драмы совместного производства Ирландии и Канады лег ряд повествований о набегах викингов раннего средневековья Скандинавии на Британию. Проект обладает отличным сюжетом и поэтому обязательно придется по вкусу не только любителям истории, но и простым телезрителям. Интриги и справедливость, дружба и предательство, коварство и смелость являются одним из немногих вещей, которыми может похвастаться сюжетная линия шоу. Главный действующий персонаж сериала – это легендарный предводитель викингов Рагнар Лодбрух, который, согласно легендам, является потомком бога войны. Он всегда яро мечтал о чем-то большем, чем просто жизнь на территории родных земель. И однажды в его голове созревает замысел отправиться к берегам неизведанных земель, расположенных на западе. Его поддерживают верные друзья и соратники в лице кровавого брата Ролла и одаренного мастера Флоки, который помогает Рагнару построить новый быстроходный корабль для дальнего путешествия. Чтобы воплотить свой амбициозный замысел в жизнь, Рагнару приходится бросить вызов местному вождю, без разрешения которого никто не может покинуть племя. На четвертом месте – Последнее королевство. Действия сериала описывают события, которые происходят на территории современной Англии в конце IX века. Это период, когда агловсаксонские королевства подвергались жестоким нападениям воинственных викингов и, теряя независимость, подчинялись их воле. Молодой король Альфред Великий, одним из немногих устоявших королевств, вынашивает немыслимые для того времени планы по объединению всех мелких раздробленных королевств в одно, называемые Англией. Сюжетная линия картины разворачивается вокруг Утрэда, потомка знатного саксонского рода. Его отец был убит в бою с скандинавскими воинами, а сам Утрэд еще младенцем был усыновлен их предводителем Рагнаром Бесстрашным. И вот во время одного из многочисленных набегов на поселение англосаксов судьба сводит его с королем Альфредом. Пламенная речь монарха зародила сомнения в душе нашего героя, и теперь Утрэду предстоит принять важнейшее в жизни решение и выбрать, на чьей стороне он будет сражаться в решающих битвах за судьбу Англии. Третье место. Тьюдоры. Действие исторической драмы происходит в XVI веке в Англии. Сюжет рассказывает о всех аспектах жизни Генриха VIII, который по праву считается одним из самых прославленных английских монархов. Будучи выходцем из королевской династии Тьюдоров, Генрих VIII взошел на трон в 1518 году. Молодому королю сразу же пришлось столкнуться с рядом серьезных проблем, связанных с внутренней и внешней политикой страны. Но все же первоочередной целью, которую он ставил перед собой, было появление на свет наследника. После того, как оказалось, что его жена королева Екатерина Арагонская не сможет родить ему сына, Генрих всерьез начал задуматься об расторжении брака, ведь у него уже была новая кандидатура на роль матери наследника трона. Генриху VIII всегда во всем помогал его доверенный советник, кардинал Уолси, который был готов пойти на все, лишь бы только достичь укрепления власти короля. 2 место. Борджиа Эпичный исторический сериал совместного производства Франции, Германии и Чехии рассказывает о приходе к власти одной из самых жестоких, алчных и развратных семейств XV века, об испанском дворянском роде Борджиа. Несмотря на то, что род прославился на всю страну своей распущенностью и вероломством, из него вышли двое римских пап и не один десяток людей, занимавших посты высокого католического духовенства. Заговоры, предательство, страсть, любовь – все это ожидает героев на пути к самому верху власти. Папа римский Иннокентий VIII на смертном адре, а это значит, что его место скоро будет свободно. Вице-канцлер римской церкви Родриго Борджиа сделает все, чтобы получить папский престол, даже если ради этого придется пойти на подкуп, интриги, предательства и даже убийства. Однако, против вице-канцлера работает его темное прошлое и собственные эгоистичные дети. Сюжет сериала, занимающий первое место, отправляет нас в Европу 1307 года. Средневековые войны в самом разгаре. Противостояние между папой римским Климентом V и правителем Франции Филиппом IV достигает своей критической точки. Никто не хочет уступать. Событие сериала разворачивается после того, как пал великий город Акро, являвшийся последним оплотом рыцарского ордена. В результате трагических событий святой Грааль был потерян, что поставило под угрозу существование самого ордена. Рыцари-тамплиеры вынуждены сражаться во имя крестовых походов. Прекрасно понимают, что если ситуацию не остановить, то все схватки будут напрасными. Многие из них уже не верят в то, что их война имеет хоть какой-то смысл. Сэр Лендри случайно узнает о том, что некоторые люди собственными глазами видели сокровище, длительное время считавшееся легендарным и даже мифическим. Он отправляется в путь. Итак, первое место – падение ордена. Надеюсь, вы оцените мои старания по достоинству. Поставите лайк и напишите комментарий, какой сериал вам понравился больше всего. Ведь связь с вами меня мотивирует к следующим подборкам видео. Я надолго не прощаюсь. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...